Друзья, мы продолжаем сегодня наш разговор на тему «Доколе не придет прежде отступление». Это уже наш второй эфир, это уже наша вторая программа. И сегодня хотелось бы продолжить, продолжить делать ударение на очень важные вещи, на мой взгляд, которые будут иметь место в преддверии возвращения Господа нашего Иисуса Христа. А он придет опять. Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Пессалоникийцам. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». Остановимся, пожалуй, здесь. Я буду поощрять вас, как и в прошлый раз. Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. «Доколе не придет прежде отступления». Второе Фессалоникийцам 2-3. Апостол Павел в этом послании, в этой главе делает акцент на самый главный признак Христово пришествия. Это отступление. Вот так вот почему-то получается, что кривотолки в отношении второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа не только имели место на заре христианства, они продолжают иметь место и сегодня. И так много экспертов, конечно, в кавычках, экспертов по эсхатологии, пытающихся предсказать, в деталях предсказать хронологию событий в канун Христово возвращения. И очень часто эти эксперты были неправы в прошлом. Не то, что очень часто, в подавляющем большинстве случаев они были неправы. И я с уверенностью могу сказать, что эти эксперты, предсказывающие в деталях, что будет иметь место перед тем, как Христос возвратится, будут неправы и в будущем. Поэтому ссылаться на них нам просто не получается. Все, что мы должны знать о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, Христос уже нам сказал. Кстати, этому посвящена 24 глава Евангелия Матфея, этому посвящена 13 глава Евангелия Марка, этому посвящена 21 глава Евангелия Луки. И красной нитью, и Матфея 24, и Марка 13, и Луки 21, Христос опять и опять делает ударение на что? Но вы смотрите за собою. Вашим фокусом в канун пришествия, в канун возвращения Иисуса должны быть вы. Наблюдайте за собою, смотрите за собою, бодрствуйте, трезвитесь, будьте на страже. Вот что должно быть вашим фундаментом, вот на что вы должны быть сфокусированы больше всего. Но нам свойственно распыляться. Нам свойственно распыляться и вместе с экспертами-эсхатологами ориентироваться на то, что имеет место в Израиле. И вместе с эсхатологами-экспертами фокусироваться на то, что имеет место в Иране, что имеет место в России. Фокусируйся на себе. Наблюдай за своим сердцем. Смотри за процессами, которые имеют место в твоей жизни. Кто-то скажет, почему это важно. Это важно по той простой причине, что главное знамение пришествия Господа нашего Иисуса Христа – это отступление. И задача будет сводиться не в том, чтобы ответить на вопрос, какие процессы имеют место в Израиле, в Иране или в России. И задача будет сводиться к тому, как мне, как тебе, как нам не стать заложниками этого отступления. Намного актуальнее сегодня ответить на вопрос, где берет начало отступления, чем расставить все точки над «и» в геополитических изменениях. Намного важнее сегодня поставить на повестку дня вопрос, на чем должен быть сфокусирован я, моя семья, чем вдаваться в детали тех изменений, которые происходят сейчас в том же Израиле, в том же Иране и в той же России. Нас должны волновать процессы, имеющие место глубоко в нашем сердце. Мне кажется, мы делали уже ссылку на этот текст в прошлый раз, но не будет лишним его прочитать еще раз. Поэтому я поощряю вас и приглашаю вас открыть вместе со мной Евангелие Марка. Евангелие Марка, 13 глава, и мы прочитаем достаточно содержательный текст, начиная с 32 текста. Марка, 13, 32. Марка, 13, 32. И вот что мы читаем. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляет дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте». Еще раз, 32 стих, Марка 13, 32. «О дне же том или это Христос говорит? Это не мои слова, это не заявление одного из апостолов на страницах Евангелия, это слова самого Иисуса Христа». И что он говорит? «О дне этом, о часе этом никто не знает. Не знают ангелы небесные, сын не знает. Только знает об этом Отец». Позвольте спросить, если об этом дне не знают ангелы небесные, если об этом часе не знает сын, если эта информация только у отца, то по какому праву сегодняшние эксперты-эсхатологи могут утверждать, на основании чего они могут делать громкие заявления? «Действительно громкие, но выеденного яйца не стоящие». Поэтому сегодня наш ориентир не тех, которые предсказывают события или пытаются предсказать события, которые будут иметь место прямо перед тем, как Христос возвратится. Сегодня наш ориентир, сегодня наше внимание на слова Иисуса. А что он говорит? «Марка 13,33». «Бодрствуйте!» «Марка 13,35». «Бодрствуйте!» «Марка 13,37». «А что говорю вам?» «Говорю всем!» «Бодрствуйте!» Три раза в сравнительно небольшом отрезке Писания Христос обращает твое, Христос обращает мое, Христос обращает наше внимание на то, что мы должны бодрствовать, мы должны трезвиться, мы должны вникать в себя, мы должны наблюдать за тем, что происходит не вокруг нас, мы в большей мере должны быть сфокусированы на том, что имеет место внутри нас. Поэтому сделаем шаг дальше и начнем отвечать на следующий вопрос. Если одно из знамений пожалуй, самое главное, самое главное знамение второго пришествия Господа нашего и Иисуса Христа это отступление, то как мне не стать его заложником? Как мне не стать его жертвой? С чего, по сути, начинается отступление как таковое? Я повторю этот вопрос еще раз и в остаток нашего времени начнем отвечать на него. Если главное знамение второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа это отступление, апостол Павел говорит об этом очень конкретно. День тот не придет. Христос не возвратится, доколе прежде не придет отступление. И если главный признак его пришествия это отступление, то вопрос сегодня не столько о том, что происходит в Израиле, что происходит в Иране, что происходит в России, что происходит еще в каком-то конце географии. Сегодня вопрос в том, что происходит в моей географии, что происходит в уголках моего сердца, какие процессы имеют место там, как мне не стать заложником отступления, как мне не попасть в эту всеразрушающую машину, с чего собственно отступление начинается. На мой взгляд это очень хороший вопрос. И если мы найдем, ссылаясь на священные писания, ответ на этот вопрос, мы сможем обезопасить себя, свое будущее, свое хождение с Господом, свою жизнь в духе. Итак, переходим в послание к Ефесянам и читаем 1, 30 стих 4 главы. Послание к Ефесянам, 4 глава и 30 стих, отвечая на вопрос, с чего начинается отступление как таковое в жизни верующего человека. Ефесянам 4, 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Еще раз. Кстати, хотелось бы поощрить вас, выучить этот стих наизусть. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, русский перевод говорит, в день искупления, английский перевод говорит, на день искупления. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день или которым вы запечатлены на день искупления. Здесь вот будет уместно сделать небольшое отступление, сказать буквально несколько слов О спасении как таковом. Спасение это событие, которое имело место в прошлом. Спасение это процесс. И спасение это то, что произойдет в будущем. Если кто-то говорит, я хочу засвидетельствовать, вот в такой-то день, вот в таком-то году, при таких обстоятельствах Дух Святой коснулся моего сердца, и в этот день, в этот момент, в этом месте я получил спасение, я родился свыше. Это полностью соответствующее Евангелию заявление. Речь о спасении, как о событии, имевшем место в жизни человека. Не с тем, чтобы повторяться в определенный момент времени, в определенном месте, при определенных обстоятельствах. Но спасение это не только событие, имевшее место когда-то в жизни верующего человека, это процесс. Достигая спасения, совершая спасение, мы в процессе, спасенные в процессе спасения. Если кто-то говорит, я в процессе спасения, это в равномерии соответствующее Евангелию заявление. Потому что однажды спасенные совершают свое спасение. Или лучше сказать, должны совершать свое спасение. И в равномерии, это спасение, спасение это то, что будет иметь в будущем. В надежде мы спасены. В один день мы будем с вами спасены. Итак, однажды спасенные совершают свое спасение для того, чтобы в один день быть спасенным. Я повторю это еще раз. Однажды спасенные в конкретном месте, при конкретных обстоятельствах, совершают свое спасение, чтобы в один день быть спасенными. Речь идет об искуплении наших с вами тел. И вот она характерная деталь. Как в день спасения, так и в процессе спасения, так и в момент искупления мы зависим от третьей личности Божества. Слышите? Как в день спасения, так и в процессе спасения и в момент нашего искупления мы зависим от третьей личности Божества. Невозможно получить рождение от воды и духа, невозможно получить рождение свыше, если третья личность Божества не вовлечена в это. Невозможно совершать свое спасение без помощи третьей личности Божества. Невозможно пережить искупление, ожиданием чего мы с вами живем, без вовлеченности третьей личности Божества. Понимая все это, мы сейчас совершенно по-другому подходим к заявлению апостола Павла. Что он говорит? Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Вы нуждались в нем в день вашего спасения. Вы нуждаетесь в нем в процессе вашего спасения. И вы будете нуждаться в нем в момент вашего искупления. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. А что это значит? Что значит оскорблять Святой Божий Дух? Один из путей оскорбления, огорчения третьей личности Божества в нашей жизни, это когда мы перестаем реагировать на его обличительное присутствие. Если вы запомните одну вещь из нашей встречи сегодня, пожалуйста, запомните следующую. Мы становимся на путь огорчения, оскорбления третьей личности Божества, когда перестаем реагировать на его обличительное присутствие в нашей жизни. Очень скользкая, очень опасная дорога, чтобы не сказать больше. Поэтому тем более сегодня актуальны для нас слова, предупреждения апостола Павла. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. И этим самым мы отвечаем на вопрос, когда или с чего начинается отступление. Отступление в жизни верующего человека, отступление в жизни последователя Христа начинается с его. Неготовность реагировать или лучше, наверное, было бы сказать, отступление берет свое начало в нашей инерности, в нашей неготовности реагировать на обличительное присутствие третьей личности Божества. Мы нуждаемся в его коррекции, мы нуждаемся в его исправлении, мы нуждаемся в его вдохновении, мы нуждаемся в его обличении для того, чтобы совершать свое спасение. И в момент, когда мы перестаем реагировать на его обличительное присутствие, начинают прорастать в нашем сердце семена отступления. Нам свойственно в этот момент становиться черствыми, черствыми к Богу, черствыми к его присутствию, черствыми к его слову, холодными к молитве или посредственными к молитве, к собранию верующих и так далее по списку. Отступление берет свое начало, когда мы с вами перестаем реагировать на обличительное присутствие Духа Святого в нашей жизни. С другой стороны, справедливым будет заметить, что когда мы реагируем, когда у нас адекватная, когда у нас правильная реакция на обличительное присутствие Духа Святого, тогда в сердце зарождается страх Господня. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Если неправильная реакция на обличительное присутствие Духа Святого провоцирует в нас, порождает в нас отступление, то наша правильная реакция на обличающее присутствие Духа Святого становится притечей страха Божия. Нет, это не боязнь того, что Бог может сделать мне. Это боязнь того, что Бог может перестать делать через меня. Кстати, это не моя фраза, я услышал ее, и она показалась мне настолько сбалансированной, настолько правильной, настолько евангельской. Страх Божий. Это не боясь, что Господь накажет меня, Господь сделает что-то плохое мне. Сегодня страх Божий – это боязнь того, что Бог может перестать делать через меня. Я перестану быть сосудом в Его руках. Я перестану быть сосудом в чести. Вот почему сегодня мы должны, я возвращаюсь к этому еще раз, не распыляться на вещи, которые имеют место вокруг нас. Не садиться на эту волну современных эсхатологов-предсказателей. Предсказателей того или пытающихся предсказать в деталях, что произойдет. Смотрите внимательней за Иерусалимом. Смотрите внимательней за Израилем. Смотрите внимательней за ядерным оружием в Иране. Смотри внимательней за своим сердцем. Смотри внимательней за тем, что происходит в каждом уголке твоего сердца. Наблюдай внимательней, реагирует ли твое, мое, наше сердце на обличительное присутствие Духа Святого. Потому что в момент, когда мы перестаем реагировать на обличительное присутствие Духа Святого, отступление начинает пускать свои ростки. Нас захватывает, нас уносит стремительно машина отступничества. О чем, кстати, апостол Павел так конкретно прописал. Христос не придет, если прежде не придет отступление. Не знаю, как вы, я не хочу быть его заложником, я не хочу быть его жертвой. Поэтому сегодня мой фокус на мне. Это не эгоистичное заявление. Сегодня мой фокус на том, чтобы мое сердце продолжало биться в его ритме и реагировать на обличительное присутствие третьей личности Божества. Пусть сам Бог восполнит все ваши нужды по своему богатству, славу Христом и Иисусом и хранит вас. В своем совершенном мире. До свидания. Каждое поколение с момента, когда эти слова были сказаны. Какие слова? Слова этих двух мужей в белой одежде. Христос, вознесшийся от вас, придет таким же самым образом. Каждое поколение с тех пор, когда эти слова были озвучены, живет ожиданием возвращения Иисуса. И в этом нет ничего плохого. Более того, это благородно, это правильно. Он сказал, все гряду скоро. Жить возвращением своего господина, это возвышенно. Что неправильно, это утверждать, что мы последнее поколение. И надо заметить, что с тех пор, когда эти слова прозвучали, каждое поколение, как по заказу, утверждает, что мы последнее поколение. Мы будем встречать возвращающегося Христа. Вот этого нам знать не дано. Мы не знаем ни дня, ни часа. Будут вещи, которые станут знамением его возвращения. И об одном из этих знамений апостол Павел ведет здесь речь. Еще раз, 2 Фессалоникийцам 2.3. 2 Фессалоникийцам 2.3. Я буду поощрять вас, чтобы вы выучили этот стих наизусть. Да не обольстит вас никто никак, потому что день тот не придет. День Христова возвращения не придет, пишет апостол Павел. Доколе не придет прежде отступления. Если вы еще не выделили это выражение в своей Библии, пожалуйста, сделайте это. Доколе не придет прежде отступления. Поэтому я с уверенностью могу и хочу сказать, что одно из знамений его возвращения, одно из знамений его второго прихода, если не самое главное знамение, это отступление. Отступление от чего? Или отступление от кого? Невольно возникает вопрос. Переходим сейчас в послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава. Первое послание к Тимофею, 4 глава. И я читаю 1, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным и учением бесовским. Дух же, Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учением бесовским. Сегодня вот мы распыляемся в своем внимании, мы распыляемся в своем фокусе. И вот задача сегодня это не распыляться на события, которые в Израиле, на события, которые в Иране, на события, которые где-то еще в одной из стран на Ближнем Востоке, на события, которые имеют место в России. Задача – сфокусироваться на себе. Задача состоит в том, чтобы никто из нас не стал заложником великого отступления. Чтобы никто из нас не попал в эту машину. Чтобы ничье сердце не огрубело. Чтобы ничей дух не ожесточился. Чтобы нам продолжать ходить в близком, в тесном общении с третьей личностью Божества. Потому что голоса, претендующие на истину, указывающие на то, что со дня на день Христос придет, потому что в Израиле вот это произошло. А потому что в Иране вот это произошло. А потому что в России вот это произошло. «Вникай в себя». Христос говорит, но вы смотрите за собою. Пусть в фокусе нашей жизни будем мы. Помните это выражение в книге «Песни, песни»? Она, конечно, имеет свою коннотацию, свой подотенок. Но там есть такая фраза в первой главе. «Своего собственного виноградника я не берегла». Настоящее Евангелие касается меня. Настоящее Евангелие касается моего сердца. Настоящее Евангелие касается моего состояния. Какой толк в том, что человек разбирается в событиях на Ближнем Востоке, если его сердце полно непрощения? Какой смысл, что человек может ориентироваться в геополитике, если его сердце полно горечи? Христос говорит «Наблюдайте за собою». Потому что перед тем, как он возвратится, на виду всех будет иметь место отступление. И задача наша сводится к тому, чтобы никто не стал заложником этой всепоглощающей, всеразрушающей машины отступления. Ведь же она пытается проникнуть не в мир. Нет, нет, нет. Она пытается проникнуть в церковь. Она пытается протянуть свою лапу на самое священное, на самое святое, на самое важное, на то, что дорого сердцу Небесного Отца. «Вникай в себя», – пишет апостол Павел. «Наблюдайте за собою», – говорит Иисус Христос. Потому что перед тем, как я возвращусь, на виду всех будет иметь место отступление. Будут отступать люди от веры. Будут охладевать их сердца по Богу. Будет умножаться беззаконие. Ваша задача будет в том, чтобы не стать заложником этой всеразрушающей машины. Как это возможно? А как это возможно, вот в этом истлевающем мире остаться человеком, который угождает Богу? Как возможно в этом истлевающем мире остаться человеком, который нашел благоговение перед Богом? Который нашел благодать в очах Господа? Как это возможно? Если бы не было это возможным, Слово Божие никогда не поощряло бы нас к тому, к чему оно нас поощряет. И есть, это будет соответствовать духу времени, есть вакцина против того, чтобы мое сердце, ваше сердце, наши сердца не стали заложниками умножающегося, глубоко пускающего свои корни отступления. Но мы сегодня уже не будем об этом говорить. Мы перенесем это на следующий раз. И предметом нашего разговора в следующий раз будут тесные, будут близкие, будут интимные взаимоотношения с третьей личностью Божества, с Духом Святым. Вот это выступает гарантом нашей стабильности среди шторма и потрясений. Это выступает гарантом того, что машина отступления не захватит нас, что мы не станем жертвой того, что будет иметь место на виду у всех. Близкие, тесные, интимные взаимоотношения с третьей личностью Божества. Реакция на Его присутствие. Реакция на Его обличающий голос в нашем сердце. Реакция на то, что Дух Святой хочет произвести в каждом из нас. Спасибо вам всем за то, что вы были вместе с нами. Я молюсь о том, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа сопровождала вас на всех ваших путях, чтобы вы были сохранены в Его совершенном мире, и чтобы все ваши нужды были восполнены по Его богатству в славу Христу Иисусу. До свидания.